Всем здравствуйте, кто будет смотреть это видео. Меня попросила бы сделать Ярослав Мудр. На самом деле, достаточно сложная задача для меня, потому что хочется, чтобы это видео не было долгим и при этом очень хочется сказать многое. Ярослав попросил поделиться с теми, кто будет это смотреть опытом своим и по благословению своего мужа, своего супруга. Я постараюсь это сделать, чтобы это действительно вам принесло какое-то благо, какую-то пользу. Как сказал мой супруг, что мой опыт это действительно мой опыт. У каждой из вас, я все-таки буду обращаться к женщинам, будет свой какой-то путь. Я выросла в обычной семье абсолютно. У меня росла я, можно сказать, в полном невежестве. У меня были хорошие родители, но сложные отношения с папой, куча обид, как оказалось на маму. И семья, общество у нас так построено сейчас, что женщину ориентируют на то, чтобы она была самостоятельной, на то, чтобы она зарабатывала деньги, строила карьеру, на семейную жизнь. К сожалению, нас и вообще счастливую жизнь нас, как бы с детства, к сожалению, не воспитывают. Но это, видимо, для нас нужно пройти определенный путь, потому что в какой-то момент, слава Богу, я поняла, что я несусь по какому-то темному туннелю, и свет я не вижу. И что-то нужно менять в своей жизни, я поняла это. То есть никто за меня мою жизнь не проживет. И тогда, слава Богу, я начала искать, начала искать знания, я начала прям действовать, так скажем, потому что тогда я познакомилась с физическими знаниями. И я поняла, что это правильно, потому что любой профессии мы учимся, да, какому-то ремеслу любой человек учится. И точно так же мы должны учиться, как быть женщиной, какое наше предназначение. Нам нужно учиться быть женами, нам нужно учиться быть матерями. И я действительно начала все делать, так скажем, по инструкции. Я провела огромную работу по, так скажем, прощению своих родителей. И это, наверное, первое, с чего нужно начать каждому человеку, да, с очищения своей души, с очищения сердца, потому что наши родители нам даны не просто так. И вообще люди, которые нас окружают, да, они нам показывают просто то, с чем нам нужно работать. Вот. И это нужно обязательно сделать. То есть нужно обязательно, чтобы у вас в сердце было просто уважение к вашим родителям. И это очень, может быть, тяжелая работа, и долго. Мне потребовалось несколько лет, даже не 4, не 5. Вот. И если у вас есть вот действительно сейчас, когда я начинала это все, были только книги, не было такого изобилия, как сейчас семинаров, лекций, возможности вот так вот собираться, общаться, наставничество. И очень хорошо, что если у женщины есть наставник, именно мужчина, который передается, то есть женщина получает знания через мужчину. Вот за мужем женщину, да, они уже получают через мужа, дочка через отца. И это, ну, более такой правильный, что ли, вариант, но это мое субъективное мнение. Поэтому, если вы нашли какого-то тренера, да, наставника, пользуйтесь этой возможностью, потому что сейчас время совсем другое, когда вы можете проработать какие-то свои виды, какие-то свои вот вещи с характером, да, связанные, что-то то, что вмешает в вашей жизни быть счастливыми, очень быстро, то есть под руководством таких людей. Поэтому у меня все проходило очень, ну, как бы растянуто, медленно, но я просто, я была очень мотивирована. Я понимала, что я не хочу жить так, как живу, и я понимала, уже лжезнала, как жить правильно. И просто, когда я начала делать все по знаниям, которые мне дал Господь, моя жизнь действительно поменялась. Она как в сказке просто стала все происходить. И, наверное, это невозможно как-то вот передать вот так словами, потому что у каждой из вас будет свой личный опыт и свое осознание, как что-то действительно чудо, потому что женщине нужно просто выполнять свое предназначение. И тогда Бог будет ей давать людей, которые будут о ней заботиться, окружение благостное. То есть, когда вы поймете, в чем женское счастье на самом деле, для этого, конечно, нужно получать знания. Для этого нужно окружать себя людьми, которые для вас служат, ну, так скажем, примером, да, вот какой бы вы хотели семью, ищите таких женщин, да, вот вы видите пример счастливых женщин, общайтесь с ними, служите им, помогайте, просто приходите там, не знаю, убирайте им квартиру. И, конечно, самое важное, что я бы очень, наверное, вам порекомендовала, это обязательно обозвращать отношения с Богом. Потому что у нас нет таких сил, чтобы справиться с обидами, чтобы справиться с какими-то проблемами в отношении, чтобы построить семейные отношения. Потому что не стройте иллюзий, если вы думаете, что вы выйдете замуж, и все будет уже вот как нужно, и мужчина сделает счастливым, вас абсолютно нет. Дальше продолжается тоже огромная работа с стороны женщины, потому что она служит такой батарейкой, таким генератором, который должна служить, отдавать любовь, энергию. Но это не потому, что это ее долг, а если она будет понимать, что в этом и есть счастье, в этом и есть ее предназначение, совсем по-другому будет. Но без Божьей помощи, без каких-то духовных наставников достаточно тяжело. То есть муж будет для вас вот такой поддержкой, но если его нет, абсолютно это замечательно, потому что у вас есть время подготовиться для семейных отношений, потому что нужно действительно быть готовой к тому, что делать, да, если все пойдет не так, как вы ожидаете, и ни в коем случае не требовать это от мужа, какого-то счастья, а быть самой источником. Я не скажу, что я идеальная жена, но я до сих пор, есть чем работать, но то, как сейчас изменилась моя жизнь, даже по сравнению с тем, что было пять лет назад, это совершенно другое качество жизни, это я другая женщина абсолютно, и внешне, и внутренне. Но это не значит, что мне не нужно теперь ни над чем работать, а работать еще больше, не початый край. Мы всегда будем двигаться либо вверх, либо вниз. Поэтому если вы не идете вверх, вы будете чуть-чуть скатываться вниз. И здесь уже лично ваш выбор. Если, понимаете, вот за вашу жизнь, за вас никто не проживет. И будьте вот голодными до знаний, получайте знания, потому что они нам помогают понимать и проще справляться с какими-то сложностями, с одиночеством, с обидами. Прощайте людей, да. Окружайте себя общением благостным, потому что женщина, она такая губка, она впитывает ту среду, в которой она находится. Поэтому есть возможность, вот вы нашли для намышленников, как можно больше, чаще общайтесь с ними. Обязательно очищайте свое сердце от обид. Это необходимо делать. И сейчас есть, если есть инструменты для этого, наставники, которые дают вам практики, обязательно это делайте, потому что с чистым сердцем гораздо быстрее вы будете прогрессировать, как человек, как женщина, как личность. И прям советую вам посещать святые места, общаться со святыми людьми, если есть такая вот милость, возможность. И, наверное, сам, вот если у вас, вы не, еще не определились с выбором какой-то конфессии, да, вот, что-то, что-то еще пока не откликнулось в вашем сердце, никакая из религий, которая у вас сейчас есть. Самый простой способ установить отношения с Богом для женщины, это просто готовить пищу с любовью для Бога. Потому что вот то разнообразие продуктов, которые, это же все творение Божие, да, поэтому вот готовьте с благодарностью для Него, как будто первый будет вкушать именно Он. И тогда вы будете сами того не замечать, как бы вы не заметите, как у вас будут устанавливаться вот такие отношения очень-таки личные, теплые отношения с Богом. Потому что Он вас будет и поддерживать, Он вас будет слышать, Он вам будет помогать через ваших близких людей. И пища, вот эта пища, которую вы будете готовить в таком настроении, она будет очищать и вас, и ваших членов семьи, и всех, кого вы будете кормить. Поэтому вот самый простой способ для женщины, это вот готовить для Бога с любовью, да, и всех кормить, кого вы только можете и не можете. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Честно говоря, очень много, что хочется сказать. Да, да, я говорю, что как сказал мне супруг, что мой опыт этому, опыт вас направит Бог по своему пути. Самое главное, чтобы вы захотели действительно изменить качество своей жизни, понять смысл жизни, смысл семейной жизни, потому что женщина, она счастлива, да и вообще человек в состоянии только служения, когда он искренне и бескорыстно кому-то служит. А это возможно с чистым сердцем, это, конечно, я сама только иду по этому пути. И вы это поймёте только на собственном опыте. И я каждый из вас, кто смотрит это видео, искренне пожелаю действительно установить связь с Богом. Вы просто почувствуете вот это доверие к Богу, когда у вас жизнь просто поменяется на 180 градусов. И у вас это легко пойдёт. Поэтому я желаю вам искренне счастья. Я желаю вам, чтобы знания пришли в вашу жизнь, те знания, которые нужны именно вам. И к вам пришёл какой-то наставник, помощник, который поможет именно вам.